С 1 января 2023 года нуждающиеся семьи начнут получать единое социальное пособие. Также на выплату могут рассчитывать беременные женщины со сроком не менее 12 недель. Право на указанное пособие предоставляется гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации по месту жительства. Фактически закон объединяет целый ряд ежемесячных мер социальной поддержки. Это пособие женщине, вставшей на учет в медучреждение в ранние сроки беременности, выплата в связи с рождением или усыновлением 1, 2, 3 ребенка до достижения им возраста 3 лет, выплата на ребенка от 3 до 7 лет и выплата на ребенка от 8 до 17 лет. В одном заявлении на единое пособие можно указать сразу всех детей до 17 лет. Его можно подать на портале Госуслуг через МФЦ или в территориальном отделении пенсионного фонда. Величина пособия может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума в зависимости от дохода семьи. В 2023 году прожиточный минимум в Свердловской области будет составлять 14 623 рубля. До истечения этого периода, когда пособие уже назначено, мы будем продолжать выплачивать также это пособие. Ничего здесь делать как бы не нужно. Другое дело, что в принципе гражданин все равно может посмотреть. А вот по этому пособию мне что выгодно? Остаться на прежнем механизме или уже подать заявление и перейти на единое? Продолжение следует...